РЕЖИМ РАХМОНА Суд города Худжан до 20 ноября огласил очередной приговор восьмерым жителям Сагдийской области по религиозному мотиву. Группа молодых людей была осуждена к различным срокам лишения свободы по обвинению в участии в исламском движении Салафия. Среди осужденных четверо студентов отделений журналистики и права, выпускник университета Арабакеш и другие. По данным следствия, 18-летний Камрон Назмеддинов, работающий на рынке Арабакеша, совместно со сверстником Абдуназаром Назаровым, принимал участие в движении Салафия и распространял его среди молодежи. Оба признаны виновными судом в организации экстремистского сообщества и приговорены к шести годам заключения в колонии строгого режима. Шестеро других подсудимых – Субхон Али Абдуджаборов, Камалджон Ахунов, Саид Мурот Давлатов, Хайтбой Шодманкулов, студенты факультета журналистики, права и истории Худжанского университета. Далерджон Самиев, выпускник этого вуза и безработный Гуфрон Ниаматов признаны виновными в несообщении о преступлении. Они приговорены к шести месяцам заключения в колонии общего режима. Отметим, что режим в Таджикистане всячески отрицает существование в стране притеснений и преследований за ислам, но в то же время суды продолжают выносить приговоры по сфабрикованным уголовным делам, имеющим религиозный мотив. 19 ноября комиссия США по вопросам международной религиозной свободы, USCIRF, опубликовала отчет за 2017 год «Стран-нарушителей религиозных свобод», в котором Таджикистан третий год подряд оказывается в черном списке. В 2017 году, отмечает автор отчета, усилился контроль за религиозной деятельностью и людьми с внешне выраженной религиозной принадлежностью, наличие бороды и хиджаба. За отчетный период исследователи зафиксировали ограничения в сфере религиозного образования и попытки ограничить празднование религиозного праздника и Ди-Рамазан. Отчет состоит из 221 страницы, 9 из которых отведено ситуацией с религиозными свободами в Таджикистане. В отчете приводится факт оскорбления чувств верующих со стороны государственного служащего. Несмотря на то, что чиновник позже принес извинения перед прихожанами, мечеть, на территории которой произошел инцидент, была закрыта. Представители комитета по делам религии Таджикистана утверждают, что исследователи в своем отчете ссылались на информацию желтой прессы, поэтому сомневаются в его достоверности. После долгого молчания по поводу инцидента, произошедшего 7 ноября, в одной из исправительно-трудовых колоний на севере Таджикистана, режим, наконец, сделал официальное заявление по этому поводу. Во время беспорядка в Худжанской колонии номер 3, дробь 3, которые вспыхнули в ночь на 8 ноября, был обезврежен 21 бунтовщик, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сераджидин Мухреддин в Брюсселе 22 ноября на встрече глав внешнеполитических ведомств в формате Европейский союз Центральная Азия. Охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу, но заключенные продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега. 12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГЭ. Трое были членами экстремистских групп Ансарулло, Джундуло и Исламского движения Узбекистана. Остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, пояснил глава МИД Таджикистана. Следует отметить, что в результате подавления так называемого бунта, по различным данным, было убито более 50 заключенных. Данный факт в том числе подтвердило и радио ЗАДИ, ссылаясь на некий список с именами убитых. Также стали известны причины бунта, то есть массовое неповиновение заключенных началось по причине жестокого обращения сотрудников колонии с одними из заключенных. Редакция Хабархо обратилась с просьбой прокомментировать связанную с так называемым «исламским следом» официальную версию властей к недавно освободившемуся из мест лишения свободы по имени Адил, отбывавшему срок по обвинению в введении религиозной активности. Дела с соблюдением прав заключенных в исправительных учреждениях Таджикистана всегда были на очень низком уровне. Вернее, заключенный, кроме права получать передачи и свидания с родными, практически не имел больше никаких прав. Права заключенных по религиозным мотивам, начиная с 2011-2012 годов, начали ущемлять еще больше. Дошло до того, что в последнее время совершение утреннего намаза уже считалось нарушением и влекло за собой наказание. Несколько десятков заключенных за религиозные убеждения за последние пять лет были осуждены уже во время отбывания срока по сфабрикованным делам. Эту практику позаимствовали у соседнего Узбекистана. По поводу «исламского следа» в бунте в ИТК-3, то с самого начала было ясно, что наиболее оптимальный вариант для режима – это обвинить какие-то запрещенные группировки. Эмуссирование темы причастности ИГЭ к событиям оказалось на руку режиму, потому как это устраивает все международное сообщество, что в свою очередь позволит режиму спустить на тормозах расследование по установлению истинных причин возникновения бунта и виновных. Как и развяжет режиму руки в дальнейших действиях по устранению инакомыслия и предотвращению возрождения исламской сознательности в некоторых слоях общества под эгидой борьбы с терроризмом и экстремизмом. Сам факт назначения на должность начальника ГУИ Уэн, бывшего зама председателя ГКНБ, говорит уже о многом. Напомним, 23 ноября Изатулло Шарифзада, замминистра юстиции и начальник главного управления исполнения головных наказаний Таджикистана, был отправлен в отставку, а на его место начальником ГУИ Уэн Минюста был назначен зам председателя ГКНБ Таджикистана Мансурджон Умаров. В рейтинге по скорости мобильного интернета за октябрь текущего года, по данным Speedtest Global Index, Таджикистан занял последнее место в мире. Заняв 124-ю позицию рейтинга, Таджикистан пропустил вперед такие страны, как Афганистан, Ирак, Алжир, Венесуэлу и Гану. Узбекистан занял 110-е место. Киргизия расположилась на 94-й строчке. Лучший же мобильный интернет среди стран Центральной Азии оказался у Казахстана, 74-е место. Он сумел обойти даже Россию, у которой 80-я позиция. По данным январского отчета о маркетинговых агентств UR Social и HootSuit, о глобальном цифровом пространстве в Таджикистане доступом к интернету обладают 33% населения. В Центральной Азии ниже показатели только у Туркмении, 18%. Отметим, что власти Таджикистана часто блокируют доступ к популярным соцсетям и независимым новостным сайтам. Последний такой инцидент произошел 6 ноября, когда после митинга протеста в Хароге пользователи не могли зайти на эти ресурсы даже с помощью анонимайзеров. Накануне запуска, в первую очередь Арагунской ГЭС, доступ к интернету вернули. По информации местных СМИ, это было сделано, чтобы обеспечить широкое освещение запуска гидроэлектростанции. Наблюдатель отмечает, что скорость интернет-трафика заведомо занижается властями в целях обеспечить себя оправданием в случае необходимости блокировки неугодных интернет-ресурсов, мол, мы здесь ни при чем, все претензии к провайдерам. Продолжение следует...